Новороссия ТВ 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 Помимо пяти коммунальных услуг, которые предоставляются жильцам многоквартирных домов и частных домов, это нужно четко распределить владение жильем или управление жильем и предоставление услуг по содержанию данного жилья. В основном, я так понимаю, что у людей нарекания идут на качество услуг, которые им предоставляют. А вот быть собственниками жильем, владеть, продавать, дарить, оставлять своим внукам наследство и так далее, я думаю, они не против. Но не бывает одного без другого. То есть некие двойные стандарты получаются, вы об этом. А пять услуг, которые входят в... Общих пять услуг, это как раз и есть, это содержание жилья, то есть ремонт, будем так говорить, текущий капитальный и так далее, предоставление водоснабжения и водоотвод, газ, электроэнергия, вывоз мусора. Содержание, это одна из видов услуг. То есть содержание, это именно дворник, который подметает, это управляющая компания или ОСМД, которая чинит кровлю, красит клесничную клетку, косит траву. А где нужно подробнее посмотреть вообще перечень объектов, которые подлежат содержанию в жилищно-коммунальном хозяйстве? Вот эту квадрату, которую вы платите, вы платите за содержание единого неделимого и неделимого имущества. Что это значит? То есть той общей собственности, которой вы тоже владеете. Вот есть дом на квартирной, в которой много квартир, ваше в том числе в нем находится. Есть еще чердачное помещение, есть подвал техподполья, есть кровля, есть наружные стены. Это все нужно, и есть придомовая территория, которую нужно дворник мести, зимой посыпать ее песком, детская площадка, которую там подкрасить он должен и так далее. Вот это вот единое неделимое имущество. Вот те деньги, которые вы платите в качестве квартплаты именно на содержание, вот вы платите их на содержание этого единого и неделимого имущества. Но за содержание вашей квартиры, этой вашей собственности, вы здесь не платите. И не только вот это касается содержания. Тоже такие же проблемы у нас и по предоставлению остальных видов услуг. По предоставлению, в частности, допустим, теплооснажения. Существует законодательное регулирование, которое четко говорит, что ответственность поставщика услуг, во-первых, он определяется только органами местного, по постановлению органов местного самоуправления, кто является поставщиком услуги, по теплооснабжению, по водоснабжению, по электроснабжению и так далее. И его ответственность, зона его хозяйственной деятельности. На сегодняшний день все трактуют, вот взять водоканалы, теплосети, они трактуют, что они обслуживают до обреза здания. Но это же неправильно. Законодательство четко разграничивает, что зона их хозяйственной ответственности является ответвление от стояка на приборы, допустим, отопления в квартире потребителя. И сюда же входит и аварийный ремонт. То есть, если у вас что-то произошло, то приехать перекрыть стояк и так далее, починить стояк, либо хотя бы поставить хомут, должны те, кто предоставляет услугу по теплооснабжению, а не те, кто обслуживает само здание, подвал, разводки также должны не делать. Тем не менее, сейчас теплосети пытаются это все, не пытаются, а успешно уже они это сделали, они перебросили на управляющие компании, либо там на ОСМД и так далее. А по сути, они самостоятельно не могут это делать. У самих домовладельцев должен был быть резервный фонд, который они могли сейчас использовать, постеклить к лестничной клетке хотя бы, где-то кусочек кровли починить и так далее. Но его нет. А почему? По простой причине, опять же, государственно нет на сегодняшний день регулирования, именно не использования, а будем говорить, накопления такого фонда. Потому что, являясь неприбыльными, но как только у них на конец финансового года остается что-то на счету, они обязаны с него заплатить, они переходят автоматически в прибыльные организации, они обязаны со всех сборов за год заплатить. Что, естественно, опять же, сложив все налоги, это будет больше 10%, это будет 30% и так далее. То есть, здесь не то, что оставить какой-то там резервный ремонтный фонд, они вообще не могут ничего оставить, иначе они все потеряют, конечно. Вот эта непродуманность государственной политики именно в жилищном хозяйстве, она и приводит к таким вот казусам. То, что у нас на сегодняшний день, будем говорить, до 80% жилья имеют износ основных фондов до 65% и выше процентов. Что это значит? Это значит аварийное жилье. А самое интересное, что у нас же нет отселенческого фонда. На сегодняшний день строительство как такового новых объектов практически не ведется. И если старый фонд мы сейчас теряем, который начинает разрушаться, то отселить куда-то людей нам будет просто невозможно, их некуда отселить. А вот сейчас будут боевые действия, те же беженцы и так далее. Поэтому, мое мнение, необходимо полностью четко, конкретно отрегулировать все вот эти положения по энергогенерирующим компаниям, которые продают, по сути дела, ресурсы, которые принадлежат, согласно Конституции, самим людям. Но есть же, смотрите, есть какие-то плановые ремонтные работы? Есть. Городские? Да. Когда последний раз проходили? Да, они постоянно идут. Они даже сейчас, вот, идут боевые действия, они сейчас идут. Вы постоянно слышите заместителя городского головы, Донецка в частности, о том, что... Да, 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 о том, что там починили линии электропередач, там водоводы, там канализацию, там теплосеть. Но это же по факту это не плановые, это же вынужденные. Это вынужденные, аварийные. Потому что там где-то разбомбили. Аварийные, да, я понимаю. Но, тем не менее, точно так же идут и плановые. То есть они запланированы были в прошлом году. Есть они в горсовете, они сложены и они реализуются. Ну, по мере возможностей, опять, по мере финансирования. То есть если теплосеть запланировала поменять, там, ну, будем говорить, грубо 10 километров теплосетей, там переутеплить, заменить такие насосы, перенабить, там, сальники, обмуровать котлы. Они запланировали это все. Но, опять же, сколько выделило на 2014 год в бюджете, из бюджета, именно государство выделило для города на эти работы. Плюс то, что смог найти бюджет самого города, добавил теплосети. Кому? Это же коммунальное предприятие, правильно? То они сделали, что у них не было денег, не профинансировано, они не сделали. Но в зиму они будут входить на том, что у них получилось. Значит, они, ну, будем говорить, не заменили 10 километров, заменили километр. Значит, вот эти 9 километров, это аварийно-опасные участки, которые зимой будут рваться, они будут их рыть. И то же самое, как вот сейчас от бомбежки, вот точно так же они будут по ночам вскакивать, перекрывать районы, сбрасывать дома, люди будут мерзнуть, они будут чинить, опять запускать. Если это все бы сделали, все эти 10 километров, то они бы спали спокойно, будем так говорить. Выход есть какой-то, ну, чтобы более оптимистичные какие-то прогнозы, как их сделать оптимистичными, чем помочь-то, вот сейчас? Самое простое, это, конечно, не доставлять тепло в квартиру, а произвести в квартире тепло, правильно? Это может быть радиатор отопления, это может быть котел индивидуального отопления, это самое простое. Здесь мы сразу тогда переходим от двух видов коммунальных, мы все равно поставляем газ в квартиру, так, и поставляем, плюс, там, горячее водоснабжение, и плюс поставляем ему тепло в квартиру. Ну, а то, что касается теплосети именно. Да, плюс еще теплосети касается, да. Если мы поставим ему индивидуальный котел отопления, значит, у него будет горячая вода, и отопление уже в квартире производится, правильно? И просто останется из трех видов услуг, одна услуга – это поставление, постачание газа. Вот, и мы упростим себе все, и плюс то, что мы уйдем от долгов, потому что, ну, будем говорить, как, держать на контроле оплату за газ проще, чем держать под контролем три. Да, которые обеспечивают. Это один аспект. Второй аспект, опять же, если мы все-таки решаем, это в каждом случае решается индивидуально. То есть, если есть большой микрорайон, хотя бы там на 10 тысяч квадратных метров, намного проще и дешевле сделать поставку тепла централизованной. Не какую-то там мини-катильню, а не большой катильню, там, какой-то теплоцентр, который поставлять будет централизованно тепло. Это будет дешевле для человека. То есть, ему стоимость обогрева квадратного метра будет дешевле. Квартата правильно формируется каким образом? То есть, остается какая-то смета. Ну, составляется. То есть, вам, вот вы собрались с жильцами и говорите, я хочу, чтобы у нас мыли лестничные клетки. Ну, есть обязательные платежи. То есть, что-то нужно оставить на ремонт, там, кровли и так далее. Что-то на дворника, потому что мусор обязательно нужно убирать. Что-то на освещение, которое будет гореть на лестничных клетках, лифты будут ходить и так далее. То есть, это обязательно. Вот мы их сразу отлаживаем в сторону. Они должны быть. А дальше идут ваши пожелания. Вы собрались с жильцами, с собственниками, еще раз говорю, с собственниками. Вы собрались и решили. Вы и вы, и вы. Вы в состоянии, первое, то, что вы должны быть в состоянии, вы в состоянии оплатить мытье лестничных клеток, мытье окошек на них. Хотя бы раз в неделю, чтобы кто-то пришел и помыл вам окошки. Цветочки поставить, видеонаблюдение, консьержку. Вы все это в состоянии. Естественно, просто у вас тариф на квадратный метр, он будет выше. Самостоятельно. Каждый должен понять, что он владелец недвижимости. Он заказчик. Он всегда прав. Но это не значит, что он должен говорить, я оплачу квартплату, поэтому мне придите, почините вентиль или унитаз. Такого не будет. Должны собственники всех помещений, не только квартир. Есть же еще устроенные там магазины, кафе и так далее. Они должны собраться. Один раз, хотя бы в год. Если у них все идет нормально изначально и так далее, из года в год, можно вообще там собираться раз в пять лет. Собраться и решить, что они хотят. Николай Михайлович, ну тогда цена будет другая. Разница там в цене, ну получается, если привезли, вообще не существенная. В принципе, там с квадратного метра какие-то дополнительные. Да, в больших домах, на квартирах, так оно и есть. Так вот скажите, пожалуйста, почему сразу не заложить это все? Люди же у нас как-то так привыкли, что они, им сказали, платить сколько, да? Да, они столько будут и не понимают, что это. А почему сразу коммунальному предприятию не заложить все услуги и... Не могут коммунальные предприятия сразу заложить все услуги, потому что, опять же, в коммунальную услугу содержания входит определенный вид регламентных работ, которые в законе перечислены, что они обязаны делать. Все остальное, то, что они не обязаны делать, они и не делают. Но если жильцы, собственники хотят это делать, они их могут обязать, но для этого они должны им заплатить. Собственник должен иметь право выбора. Если ему не нравится централизованное отопление, он хочет поставить индивидуальное, пожалуй, да бога ради. Если он хочет заменить обслуживающую компанию, которая содержит его дом, да бога ради, должен быть рынок услуг. Предлагать их должны с разных сторон и разного типа. Поэтому нужно более четко прописывать регулирование, во-первых, отношений соцсобственников друг с другом и соцсобственников между теми, кто предоставляет услуги и государством, которое должно регулировать все это. Особенно, чем может регулировать государство? Государство может регулировать тем, что все энергогенерирующие предприятия должны быть в собственности государства. Только так. Мы надеемся, что в нашем пути правды мы будем часто встречаться с такими компетентными людьми и они нам будут его все же освещать. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова